Крымские землеустроители проходят переквалификацию. После обучающих семинаров они получат аттестат кадастровых инженеров Российской Федерации. Какие новшества ждут крымчан в области получения и перерегистрации земельных участков, узнавали наши журналисты. Отличия в земельном законодательстве Украины и Российской Федерации есть. В наибольшей степени они коснутся специалистов, работающих в этой сфере. Простые граждане глобальных перемен не почувствуют. Однако схема получения свидетельства о праве собственности будет изменена. Если решение принял какой-то орган и человек получил право на оформление, то где-то полгода у него до момента получения свидетельства о праве собственности. То мы работаем над тем, чтобы эти сроки сократить. В населенных пунктах, где имеются генпланы и границы, сократят до двух месяцев. А там, где проработаны схемы территориального планирования, срок получения свидетельства о праве собственности уменьшат до одного месяца. А вот к самозахватам отношения будет особенное. Их будут рассматривать буквально под микроскопом. Для этого будет создана специальная комиссия при Совете Министров Республики, которая будет детально прорабатывать каждый объект. Если это земли ценные, то надо искать компенсацию. Я имею в виду ценные, это сельскохозяйственные земли. Потому что вы понимаете, что развивать поселки на тех землях, которые могут создавать для нас условия аграрные, иметь ценность, то нет смысла. Поэтому здесь очень должен быть корректный, продуманный, грамотный подход. Выделение земельных участков, согласно российскому законодательству, будет платным, чтобы не было спекуляций с перепродажей. Получив землю, человек обязан будет выкупить ее у государства. Дотации на бесплатное получение будут только у льготников. Людям, которые не закончили процесс оформления, начатый еще по украинским законам, паниковать не стоит. Каждый конкретный случай резком зем будет рассматривать индивидуально, чтобы максимально быстро решить этот вопрос. А вот тем, кто непосредственно связан с землеустроительной деятельностью, придется учиться постоянно. Будущие кадастровые инженеры будут регулярно сталкиваться с нововведениями. Процесс совершенствования законодательства проходит практически постоянно. Изменения вносятся регулярно. И любому кадастровому инженеру, любому работнику органа кадастроучета приходится быть регулярно в напряжении, потому что выходят новые документы, соответственно, необходимо их изучать. Кроме того, совсем скоро заработает земельный кадастр и единая база данных, чтобы в полной мере наладить работу, связанную с земельными вопросами. Артем Артеменко, Алексей Романов. Время новостей.